всем привет ребят ну что у нас сегодня обзор очередного донатного героя это у нас будет бард вы на аккаунте андрюхи и попозже пойдем на мой я вам покажу как на битве гелий применять так как у него здесь нету прокачанного цепа соответственно салон базу уже так не сможет в общем что у нас делает бард восстанавливает здоровье союзный герой накидывает щит который отражает также превращает входящий урон плюс оживляя 4 союзников то есть своего рода дерево имеет иммунитет к молчанию и бедствию тоже в принципе неплохо ну самое основное то что дамаг превращает вот хил и в определенной сборке на сегодня он у нас им баланс на это истинная вера его только единственный вариант слить если у противника будет спектр и ваш бард будет атаковать его либо смотр от ваших героя будет атаковать тогда его могут слить других вариантах его слить очень и очень сложно в общем что у нас по талантам по талантам вот вам вариант огненка огненная защита уже многие не знают истинная вера это вариант для без донатов если у вас нету истинной веры эмблемой то ставите талант и ставите я думаю у многих уже аузашка на некоторых серваках на некоторых серваках и со священный огонь есть то есть вы ставите для доната вот этот вариант самый оптимальный огненная защита эмблема истинная вера ну сути она не меняет что вот такая вот сборка но это больше сборка более реальная для без доната вы можете даже рвение поставить выпустить его понятно все выпустить его против вражеские герои сейчас я попробую найти нормальная база вот смотрите внимательно по герою проходят нули ну по сути его не пробивает он себя за счет истинной веры отхиливает плюс тоже не получает дамаг то есть у него кулдаун его умение и кулдаун истинной веры совпадают более-менее соответственно этого героя слить очень сложно ну конечно могут слить его но в большинстве случаев сами видите держится он довольно таки неплохо без проблем за две минуты две с половиной минуты он вынесет вам с цепом базу полностью все то есть его слить очень и очень сложно если же мы кинем сюда фрею да там либо для сравнения кинем еще зефира вот скорее всего мы активировали на ком-то спектр и нам сразу же прилетела вот видите зефир активировал спектр и нам сразу прилетела по барду до хренище дома и он слился потому что спектр блокирует это все дело соответственно на сегодня вариант если вы хотите использовать героя на битве гильдий выпускайте его либо в конце одного либо ну либо в начале если у вас хватает нормальной прокачки цепа без смотрителя потому что если у вас будет смотр вас просто сольют поехали на мой аккаунт сейчас на моем аккаунте я вам покажу своего барда какая у меня сборка у меня стандарт а козерка против зефира также отражалка плюс режет входящий домах у меня девятка стоит можно что девятка если у вас есть девятка этого хватает 2 секунды 5 секунд кулдаун сейчас найдем на ком там с героем у меня десятка стоит то есть такое такой вариант очень хорошая вот у меня максимальный цеплин где барда использовать да по талантам мы разобрались это с огненка эмблема если у вас вы без доната они должны по идее быть и ставить истинную веру талантом либо же такой вариант истинная вера эмблемой этого вполне хватает больше сюда лепить даже ничего не стоит то есть истинная вера аналогично либо то либо то в общем по снаряжению однозначная соска по чарке потому что чарка это самое основное для него уменьшает входящий дамаг плюс увеличивает отхил для этого героя это важно то есть здесь обряд лечения не особо прокатит самое основное чтобы у него был увеличенный отхил по созвездиям конечно же уклонения чем больше у вас будет уклонение тем лучше на сегодня это самый оптимальный вариант не надо там ему никакие точности нифига этого героя вполне хватает принципе можно попробовать не роли то максимум можно немножко уклоном под роли я думаю где-то на каком-то аккаунте своем тестовом потестирую без уклонений посмотреть как он будет держаться ну то есть бездонатный вариант что еще можно ему поставить ну созвездия не знаю обряд лечения это как вариант ну бессмысленно единственное что сейчас его сливает это я уже говорил это спектр поехали на битву гильдий сейчас мы попробуем вариант вот я его выпустил но меня смотр не активирует сейчас запустим зефира попробуем еще вот прилетела блокировка но нам пока повезло эти зефира уже ушатали этот еще держится цзшкой не получилось активировать чтоб на него накинули в общем такой вот вариант это самый на сегодня неубиваемый герой в битве замков единственный минус я уже сказал это спектр это то что может ему противостоять если вы будете использовать его не делайте так как я в большинстве случаев прохожу битву гильдии не кидайте его сразу либо кидайте его одного либо кидайте его в конце без других героев потому что есть очень большой шанс что на героях стоит спектр и когда его их будете атаковать он работает именно от атаки по герою вражескому то есть он включается и соответственно у вас блокируется все полностью если будет там фрэнк зефир я не знаю зефир не особо там пробивает сильно но вот фрэнк лисица и другие дамагеры фрея они в принципе без проблем вас сольют какие бы у вас там уклоны не были на сегодня это не спасет в основном вот таким вот образом читайте за две минуты вы разберете любую базу да у него там до в стоят стрелок ну все что хочешь есть лисица зефир фобушка бьет ворожай бьет мастер он бьет и по сути они нифига сделать моему барду не могут то есть у меня уходит на забор такой базы две минуты у этой минотавра случайно выпустил 4 500 мы получили где его использовать варианты и конечно же на пвп локациях можно использовать так как он и резает героев и дает им тоже щит но есть одно но его нельзя использовать вместе с оккультистом каким-то образом у них накладывается менее на одного на другое и получается оккультист блокирует кстати интересного франка спектр есть блокируется умение барда и соответственно он получает не весь входящий домах в отхила получает сколько там 50 дает оккультист исчезли не ошибаюсь то есть оккультист перебивает имение барда и соответственно оккультист просто у вас будет сливаться поэтому вдвоем их как показала практика использовать нельзя а так вместе с выражаем с другими героями без проблем юзают на атаке фартов вот прошлая атака фартов я просто закрыл один фланг и так он целый час стоял единственный вариант это опять же дофига урезание от хила плюс спектр это бывает это не спасает либо франка одного кидать то есть подловить момент чтобы он атаковал его принципе на пвп локациях везде на фарме ну я не знаю он не особо дамагер это больше вспомогательный герой все зависит от прокачек ваших героев ну можно на волнах не знаю смысла особого нет так как отражалки не так уж и много и особо он там ничего толком не сделает датных режимах не работает работает в атакующих ну точно так же как и дерево на битве гелия однозначно плюс как соло так и в пачке он может треснуть можете выпустить всех героев да там вы видите что не добивает там я не знаю либо какие-то варианты выкинуть его с питомцем подождать немножко он зарядится и в принципе может треснуть четырех героев с full кп что в принципе очень даже круто так сейчас попробуем вариант выпустить зефира если спектр сейчас проверим вот у нас франк есть есть как видите недомогание там и прочее она особо не мешает этому герою держаться без проблем сейчас зефир добьет начнет героев бить то есть единственные варианты на сегодня это только базы где и спектр там еще можно по заморачиваться так база любого топа проходится на изи какие бы там не были прокачки какие герои воодушевление и прочее единственный на сегодня вариант после обновления когда вышел спектр это чисто заюзать его все другим вариантом я уже сколько не тестировал не пробовал просто нереально его слить то есть такая сборка истинная вера талантом либо за со эмблемой либо наоборот за со талантом истинная вера эмблема но это больше донатный вариант потому что без донатов истинная вера там 9 10 думаю вряд ли они есть но думаю со временем появятся но пока их нету то думаю многих есть с а вполне нормальный вариант с орвения то есть любой дафны чтобы у вас не так сильно и больно пробивали истинная вера и все сс к для увеличения опять же того же самого отхила и вот у вас под две минуты у вас проходится любая база какие бы там не стояли прокачки так 119 114 вот такой вот ребятушки герой он не дамагер но зато он обалденный дефер вспомогательный герой как бард ворожай без которых реально сложновато проходить и иногда бывают раз ты где зефир ваш нифига сделать не может ронин сделать не может этот герой будет тащить то есть не божество там не знаю единственные варианты же говорят о фрэнк спектр либо на каких-то героях спектр чтобы он их била так его просто нельзя все надеялись на то что его пофиксят но и джижи забила хрен и соответственно непонятно что будет дальше мол на сегодня это наверное самый не убиваемый герой вере благодаря такой вот прокачки сборки очень сложно что-то ему сделать если вы вытащили без донат барда из ищите истинную веру и все и про битву гильдий можете забыть по крайней мере ближайшее время это точно если она если ее когда-то может изменят в этом очень сомневаюсь что они это сделают все пишите комменты ставьте лайки ждите новых видосиков всем удачи всем пока ну чё ты реснишь не ресно не успели мы весной двоих 21 340 я надеюсь на мне хоть никто не послевался в битвы гильдий на сегодня реально не актуально большинство просто забивают и не бегают потому что ну интересно как такового нет все всем удачи всем пока